Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Ах, как быстро наступила осень, пора очарования! И очень хочется, чтобы мы как можно скорее могли сказать У нашего футбола наступила срелость На этот матч Спартак выходил уже в звании чемпиона Но играли москвичи так, как будто им очень нужны два очка Наверное, это неудивительно Чемпион всегда должен играть по-чемпионски И выиграл Спартаку Жемчужины хорошо 5-2 В этом году Спартаку было непросто Одним составом команда начинала турнир, другим заканчивая Уже во втором круге в составе московского клуба появились И стали регулярно играть молодые интересные футболисты Кетчинов, Ананка, Тихонов, Чудин и другие По ходу чемпионата практически создавалась новая команда Не все еще хорошо получается у нынешнего Спартака И ошибки в обороне видны И не всегда понимают друг друга футболисты Но стиль спартаковский остается А ведь это только начало Я уверен, что в будущем году Спартак вновь будет лидером нашего футбола Вновь много спартаковцев будут играть за сборную команду России А этот матч Спартак выиграл со счетом 5-2 И напомню И это 19-я победа Спартака с крупным счетом в первенстве России Еще раз поздравим, Спартак Браво, Спартак! Олег Иванович, третий раз команда выиграла Спартак Чем нынешний Спартак 94-го года отличается от тех команд, которые выигрывали дважды медали? Ну, на мой взгляд, наиболее сильная и наиболее такая близкая, что ли, к европейскому образцу довольно приличного класса была команда 92-го года Которая осенью могла выиграть Кубок Кубков, но случилось вот такое несчастье В этом году такой ровный, что ли, хорошей игры, к сожалению, мы в течение всего сезона не показали Ну, я говорил, причины мы считаем, что после уезда наших ведущих игроков, Карпин, Бесчастных или Дяхов, мы не смогли найти равноценную замену На будущий год мы надеемся все-таки, что эту замену мы найдем Не беспокоит ли вас, как тренера сборной, что одна команда у нас три года подряд выигрывает? Насколько я знаю, Спартак собирается усиливаться и в следующем году, и вновь, может быть, без особой борьбы выиграть чемпионские звания Может быть, не беспокоит ли вас, что игроки сборной не будут получать хорошие подготовки в чемпионате? Вообще, это, конечно, не очень хорошо для футболистов, что они за несколько туров до конца уже себе результат обеспечивают Психология футболистов, ну, такова, что если можно спокойно дойти, вряд ли есть смысл бежать изо всех сил Естественно, мне кажется, они играют уже не в полную силу Это не может не накладывать отпечаток уже, когда они приходят в сборную На мой взгляд, немножечко, но выравнивание в нашем футболе идет И такие клубы, как «Динамо», «ЦСКА», я думаю, комплектованы очень неплохо Торпеды сейчас, московские команды, я прежде всего говорю о них Локомотив, ротор, текстильщик Ну, мне кажется, если они поставят серьезные задачи, то нам очень и очень тяжело будет